Проезд под кирпич, штраф 2018. Дорожный знак круглой формы, залитый яркой красной краской с символическим белым прямоугольником в центре, похожим на кирпич, действует. На водителей достаточно устрашающий, так как после установки этого знака движения в указанном направлении либо въезд в данный двор или проулок запрещены. Этот знак, как правило, стоит в комплексе с другими определяющими направления движения, обозначающими въезд к выезду с придорожного объекта Т. Д. Каждый участник дорожного движения знает, что дальнейшая езда под знак «въезд запрещен» не допускается для обычного транспорта ни при каких обстоятельствах. Суть нарушения при проезде под кирпич, сколько штраф? Проезд под кирпич, штраф 2018. Под воздействие знака «кирпич» попадают сразу несколько статей КАП России, каждая из которых предусматривает свое наказание за ее нарушение. Данная статья представлена ниже. Все размеры штрафов актуальны на июль 2018 года. Самое мягкое наказание подразумевается за нарушение Ч. 1 стакан 12, 15 КАП, то есть за невыполнение требований разметки и знаков. Чаще всего данные противоправные деяния осуществляются, если водитель путает заезд с выездом на парковке торгового центра или АЗС. Либо заезжает во двор, в котором ограничено движение ТС. Наказание за подобное правонарушение чисто символическое предупреждение или штраф в сумме 500 рублей. Относительно новое нарушение введено в КАП в связи с увеличением напряженности движения в крупных городах из-за образования большого количество заторов в часы ВИК. Суть в том, что в мегаполисах на основных транспортных артериях были введены так называемые «выделенные полосы» с правой стороны проезжей. Части в каждом направлении предназначены для движения общественного транспорта. С определенным интервалом на натяжных тросах на данной полосой также крепится знак «Кирпич». Знак «Въезд запрещен». Выезд на указанную полу с обычным участником движения в будние дни запрещен, о чем повествует Ч. 1. 1 стакан 12. 17. И наказывается штрафом в размере 1500 рублей. Данное взыскание имеет региональный повышающий коэффициент для Москвы и Санкт-Петербурга, где штраф за знак «Въезд запрещен» составляет уже 3000 рублей. Когда автолюбитель двигается по дороге с однонаправленным движением, он может увидеть по пути знаки с толстой стрелкой, указывающие на то, что его дорога является односторонней. В обратном же направлении часто стоит знак «Въезд запрещен» или «Кирпич». В указанном случае въезд под этот запрещающий знак означает движение по встречке, что подходит под Ч. 3 стакана 12, 16 или движение по автодороге с односторонним движением и наказывается штрафом в размере 5000 рублей либо лишением прав на 4-6 месяцев. Если в течение года после завершения первичного такого нарушения водитель будет задержан за то же деяние это ему кроме очередных 5000 рублей, будет светить уже один год лишение права вождения ТС, что стоит гораздо дороже, чем просто штраф. Выделенка для автобусов въезд под кирпич, какой штраф 2018 при попадании под камеру. В тех случаях, когда фиксация нарушения происходит при помощи специализированной аппаратуры, постановление может быть составлено лишь на материальное взыскание до 5000 рублей вне зависимости от повторности нарушений и лишения прав в рассматриваемой ситуации не может быть применено. Какие ТС не попадают под воздействие знака. Ни одному частному автолюбителю нельзя проезжать под знак «кирпич», но того же нельзя сказать про автобусы, троллейбусы, трамваи, маршрутные и индивидуальные такси, которые двигаются по полосе для общественного транспорта. Так, закон гласит, что все транспортные средства, принадлежащие как частным, так и физическим лицам, имеющим соответствующую лицензию и отличительные знаки, используемые для транспортировки пассажиров, могут передвигаться по специализированной полосе, предназначенной для рисового общественного транспорта. Это означает, что указанные авто могут ездить под кирпич-то выделенки в любое время суток и каждый день недели, и штраф-знак «кирпич ВДД» не грозит. Дорога с односторонним движением действия водителя, совершившего нарушение. В случае, если нечаянно или наоборот умышленно водитель поехал под знак «кирпичик», где его уже поджидал инспектор ГИБДД, необходимо сохранять спокойствие и действовать следующим образом – предъявить инспектору право, свидетельство о регистрации авто и полисосага. А он, в свою очередь, должен представиться и объяснить суть нарушения, за что собирается штрафовать, представить необходимые доказательства по данному делу. Ими могут являться видеозаписи с регистратора, утвержденного для использования в МВД, либо показания минимумом двух случайных свидетелей. Далее, при первых двух нарушениях, в случае согласия водителя с инкриминируемыми ему деяниями, следует составление постановления о нарушении ПДД в соответствии с соответствующими статьями КАП лично сотрудникам, на чью смену пришлось нарушение. После написания инспектор представляет документ на подпись нарушителю, который, подписав его после проверки и получив свою копию на руки, со своими документами продолжает движение и ждет вступления постановления в законную силу в течение 10 дней для последующей уплаты штрафа. В случае, если участник движения по каким-то причинам двигался под кирпич по дороге с односторонним движением, инспектор обязан составить административный протокол, изложить в нем суть правонарушения и указать все личные данные водителя. Далее виновнику излагается его права, вы изымается до суда, а взамен ему выдается временное разрешение на управление ТС. Это происходит потому, что данный орган власти не имеет права исполнять решение суда до его вынесения и лишить водителя вон не может только временно его задержать. По завершении судебного процесса выносится решение либо о наложении на нарушителя штрафа за изду под кирпич в размере 5000 рублей, либо вы изымается на срок 4-6 месяцев или на 12 месяцев при повторном нарушении. После вынесения соответствующего решения водитель обязан сдать временной ВУ и с этого момента начинается срок отстранения его от руля. На протяжении срока лишения водитель считается лицом, недопущенным к управлению ТС и вынужден искать альтернативный способ передвижения по городу. Составление протокола при фиксации нарушения ПДД под камерами нарушитель лишь получает по адресу своей прописки соответствующее письмо. Со штрафом и квитанцию о его оплате. Важно! Первые 20 дней действия постановления штрафа оплачивается в размере всего половины от его номинальной суммы. Такую меру предприняли власти нашей страны на федеральном уровне для мотивации нарушителей к оплате. Способы оплаты штрафа Если водителю был выписан штраф, он может оплатить его любым из имеющихся способов после заполнения квитанции, используя реквизиты восстановления или воспользовавшись готовой бумагой, приложенной к письму. Если нарушение было зафиксировано дорожной камерой, он может просто прийти в банк и оплатить штраф через оператора-кассира. Штраф может быть оплачен при помощи терминалов самообслуживания, установленных в банках и других общественных местах, имеющих выход в интернет. Самый популярный способ оплаты сегодня онлайн с домашнего офисного компьютера или при помощи мобильных приложений на смартфоне или планшете. Достаточно лишь зайти на официальный сайт инспекции ГИБДД-HTTPS ГИБДД-РФ или на портале госуслуг www.gososludge.ru, а также на многие коммерческие сайты агенты. Нарушитель может ввести личные данные в УСТС, после чего в электронной базе данных отобразится наложенное на него взыскание, а рядом всегда стоит ссылка на страницу оплаты. Погасить штраф можно как при помощи кредитной или дебетовой карты, так и с использованием электронных платежных систем КИВИ, Уэбмони, Пейпал и ДР. Важно! Для возможности оплаты с помощью госуслуг пользователю необходимо вначале зарегистрировать личный кабинет на портале с авторизацией логина и пароля. Терминал самообслуживания в банке если штраф не оплатить в течение 60 дней, 20 дней льготного периода и 40 действия полной ставки. ГИБДД оставляет за собой право обращения за взысканием суд, который всегда оказывается на стороне представителей инспекции. Решение суда трансформирует штраф в долг с последующей передачей его судебным приставам, которые предпринимают принудительные действия по взысканию. В каких случаях можно оспорить нарушение действия дорожного знака должно выполняться водителями без каких-либо послаблений, однако это правило работает только если знак чистый. Хорошо читается и установлен по ГОСТу. Так, если знак не просматривается с расстояния до 100 метров, имеет пыльную лифт, залепленную грязью и снегом поверхность не виден из-за поворота или подъезда к перекрестку установлен слишком высоко, выше 5 метров, или, наоборот, слишком низко, а его шест не окрашен в белый цвет, либо давно установленный кирпич, зарос ветками деревьев в летнее время, все эти признаки являются поводом к обжалованию предъявленного водителю нарушению. Все апелляции к выдвинутому нарушению, если они не решены в диалоге на месте, являются предметом дискуссии в суде. Водитель при этом должен основательно подготовиться к процессу, собрав необходимые доказательства, тщательно изучить ГОСТ, промерять рулеткой геометрию, высоту знака, произвести сбор фотоматериалов, подтверждающих плохую его видимость, после чего эти материалы должны быть представлены на судебном процессе и, в случае реального нарушения ГОСТа, водитель будет освобожден от ответственности, а коммунальщики получат выговор. Инспектор ГИБДД за работы как сообщить о факте движения под кирпич другими водителями. В наше время в крупных городах население становится все более юридически грамотным и бдительным. В связи с этим большая доля автолюбителей устанавливает в свои автомобили портативные видеорегистраторы с возможностью записи происходящего на дорогах. Подчас подобные меры помогают участникам движения избежать ложного обвинения в нарушении ПДД, легко определить истинного виновника. ДТП, а также пресечь неправомерные действия других водителей. Так, если в поле зрения регистратора водителя ПДС попал факт движения под кирпич другого водителя, он может проявить солидарность настоящего гражданина и сообщить о данном факте в ГИБДД как путем личной явки на пост или в отдел, так и анонимно. Главная страница портала ГИБДД анонимное заявление о пресечении правонарушения подается в виде форм обратной связи, где можно прикрепить файл записи деяния, а также указать производителя авто и его гасномер при необходимости описания. В отношении водителя, совершившего правонарушения, будут введены процессуальные действия, заканчивающиеся, как правило, штрафными санкциями. Для того, чтобы участнику движения избежать самому подобных нарушений штрафа проезд под кирпич, ему следует внимательно всматриваться в знаки и не делать лишних сомнительных маневров. Также играет роль поведение других водителей на дороге, если, например, при плотном движении никто не выезжает на правую полосу, значит, где-то рядом наверняка имеется знак «Кирпич». Признаков может быть много и, конечно, при движении по городу лучше ездить с помощью GPS-навигатора, который всегда оградит водителя от некорректных поворотов и подскажет верный путь движения.